Друзья, всем привет! С вами Садовый Гид, я Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами снова поговорить о комарике. У всех в доме, у кого есть рассада, есть домашние цветы, знакомы с этим комариком не понаслышке. Все о нем знают, и мой инстаграм заполнен криком помощи. Лариса, как избавиться? Надоел! Надоел, лезет везде. И в рот, и в нос, и на всей рассаде сидит. Как быть? Итак, друзья мои, комарик сам по себе, в общем, по большому счету, не опасен. Единственная опасность, которая от него исходит, это то, что он может распространять грибковые заболевания. А так-то, по большому счету, просто надоедлив очень. А так он не опасен. Опасная личинка, которая живет в почве. И вот эта личинка как раз-то и наносит самое большое зло. Что она делает? Живет она в верхних слоях почвы, любит тепло и влагу, питается мертвыми остатками органики. А когда она заканчивается, она переходит на корешки и начинает кушать корешки. Листочки, которые соприкасаются с землей, их начинает подгрызать. Вот в этом ее опасность. И вот именно с ней нам нужно бороться. Вопрос задавали такой, откуда берется этот комарик? Мы его заносим с почвы. Почва, плохо обработанная почва, вот он, источник вот этого комарика. Но, друзья мои, если вы живете в высотном доме и у вас есть вентиляция, то по вентиляции запросто этот комарик может перемещаться. Если у вас открыты форточки и на дворе уже тепло, комарик тоже может оттуда к вам залететь. В общем, комарик это, скажем так, комарик это то, что всегда появляется, когда у нас есть рассада, когда тепло и влажно. Вот от этого сбежать невозможно. Но бороться с ним можно. Препараты на основе долматской ромашки. Здесь вообще все классно и прекрасно. Долматская ромашка, это ромашка безопасная. Не опасна ни животным, ни людям, ни мужьям, никому. То есть здесь мы поработаем. Препарат уже готов. У Бона Форта он есть. Продается абсолютно везде. То есть прям вообще без проблем. Как им пользоваться, друзья? Здесь два режима. Смотрите, вот такой режим распыляющий и режим, который струей. Я работаю с распыляющим режимом. Как я делаю? Ну вот тут у меня рассада, появился комарик. Я брызгаю на рассаду. Брызгаю вот сюда в крышечку. Закрываю. И ставлю. Дальше. Как я поступаю здесь с рассадой? Я прям-таки по рассаде вот так брызгаю. Прям вот так. И сюда, и сюда, везде брызгаю. И здесь тоже брызгаю. Внимание! Побрызгали, сразу лампу выключайте. Потому что капельки могут опуститься на листочки и быть как линзы. И может получиться ожог. Это очень важно. И еще, друзья, по солнцу не работаем. Потому что далматская ромашка на солнце. Ну, этому препарату нельзя работать на солнце. В общем, как-то, впрочем, и всем биологическим препаратам. Поэтому вечером, после, на закате лучей. То есть солнце зашло, пожалуйста, обрабатываем. Лампу вы поняли, выключаем. Ну, а для тех, у кого большие объемы, огромные, там, теплицы или, там, ангары, где растет рассада. Смотрите, какая вещь. Баллончик аэрозольный. То та же самая далматская ромашка. Здесь вообще все классно. Это вот, кстати, новинка. Такого еще не было. Здесь вообще все удобно. Нажимаете вот здесь, ставите и уходите. И он за вас все сделает. То есть он начинает равномерно распределять и обрабатывать. Та же самая далматская ромашка. То есть не беспокойтесь, если даже вы нажали, и не надо бежать, там, сломя голову к выходу. То есть это не газовая, а так с вами ничего не случится. И вы даже кашлять не будете. Поэтому совершенно спокойно нажимаем, ставим и уходим. Работает точно так же, по такому же принципу, как и вот этот спрей. Работает классно. Могу сказать так, что, ну, 5-7 секунд, и комарик умирает сразу же. То есть работает далматская ромашка классная. В огороде я вам показывала в прошлом году, как я использую препарат на основе далматской ромашки на муравье. Так, друзья, теперь где купить? Далматскую ромашку, как я уже сказала, продают абсолютно везде. Во всех садовых центрах я ее видела. И вообще все препараты Бонуфорта представлены везде. В Леруа Мерлен есть, в Азназоне, в Валберес есть. В 7 семян тоже вся линейка представлена. На сегодняшний день у меня все. Я надеюсь, что я вам помогла. И реальные пути избавления от комарика я вам назвала. Так что все в ваших руках. Сражайтесь и защищайте рассаду. А я желаю, чтобы ваша рассада была крепкая и здоровая. Все, и обращаюсь с вами до новых встреч.